Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Как вы уже поняли из названия, у нас сегодня пустые баночки. У меня здесь такой достаточно весистый пакет, с которого еще поварилось много чего. Я как-то не рассчитала, мне уже нужно заводить пакет побольше. Поэтому думаю, что видео будет вам интересно. Оставайтесь вместе со мной. Давайте, наверное, будем по порядку доставать. Большинство средств все-таки у меня здесь бюджетные. Так что можно сказать, что это бюджетные пустые баночки. Первое, что у меня закончилось, это вот такая вот пенка от Belita, спонж-эффект. Она мне, в принципе, нравится. У меня есть еще одна такая. Это достаточно легкая бисульфатная пенка. Но пена здесь достаточно такая легкая, воздушная. Поэтому пены, да-да, достаточно много. Расход ее достаточно большой. Но за эту цену она действительно классная. Мне она, в принципе, нравится. Также вот то, что у меня здесь повывалилось с этого моего пакета большого, это вот такие вот капельки против выпадения волос. Вот этой вот французской фирмы. Я уже про них рассказывала в видео о волосах. Говорила, что эти капли мне не понравились. Особо какого-то эффекта они не давали. Хотя использовать было удобно в плане того, что раз в неделю на мокрые волосы массажируете. Но не знаю, никакого особо эффекта нет. Я бы не тратила на них деньги. Все-таки откарала капельки самые лучшие. Еще вот выкидываю. Здесь у меня даже есть еще одна упаковочка. Это угольные очищающие полоски для носа от марки CITUA. Сделано в Корее. Вот так вот они выглядят. Если честно, совсем ничего они не вычищают. Мне они не понравились. Поэтому, не знаю, лежат. Вроде ждут своего часа. Но понимаю, что пользоваться ими не буду, потому что они совершенно ничего не делают. Мне они вообще не нравятся. Дальше у меня закончилось вот такое вот средство с кератином для волос, которым нет в составе силикона. Я его тоже уже показывала в видео о волосах, которое мне недавно вышло. Давайте я ссылочку, может, оставлю здесь, чтобы было вам удобно. Данное средство мне, в принципе, достаточно нравится. Я его смешиваю с органовым маслом и с протеином шелка. И оно достаточно хорошо смягчает волосы. На данный момент ProSalon выпустил его в другой версии. Оно сейчас в такой салатовой баночке, упаковочке. Но это средство до сих пор есть. Если вы найти его не можете, то обратите внимание. Дальше у меня вот закончился такой вот шампунь от Organic Shop. Это шампунь, суперукрепляющий морковный биошампунь. Он бессульфатный, он достаточно хорошо пенится. Я уже говорила, что моя кожа головы склонна к жирности. Поэтому данный шампунь мне не очень хорошо промывал кожу головы. Но именно вот длина волос была после этого шампуня такая очень круто увлажненная, напитанная. Поэтому для сухих волос, либо, может, для каких-то более пористых волос этот шампунь круто подойдет. Мне он, в принципе, нравился. Я им длину промывала. Но я думаю, что покупать больше не буду. Потому что есть шампуни даже в этой марке, которые лучше кожу головы промывают. У меня опять закончился вот такой вот дезодорант от DAF. Я их покупаю в Польше. Мне очень нравится. Для человека, который достаточно сильно потеет. Один из немногих дезодорантов, который подходит. То это вот такой легкий, ненавязчивый аромат. В принципе, на день не его хватает. Вот если вы не можете найти хороший дезодорант, этот я, в принципе, советую. И в такой же форме есть еще у Арифлейм дезодоранты. Тоже достаточно хороший. Если не вот это, то Арифлеймовский можете тоже попробовать. Закончилась вот такая вот маска от прыщей от Белита. Я уже говорила, что здесь в составе есть тальк, но также есть цинкоксид. Мне действительно кожу оно как-то успокаивает. Мне она нравится. Вот таким вот образом она выглядит. Она такая достаточно кремовая. Здесь, может, кстати, еще немножечко есть. Эта маска имеет вот такую вот кремовую легкую текстуру. Здесь цинкоксид, коалин в составе, в принципе, достаточно хорошо успокаивает кожу на лице. Если как-то вас высыпало и вам хочется как-то немножко кожу успокоить, чтобы же прыщи начали как-то быстрее заживать. У меня вот сейчас вот такой период, когда меня очень сильно высыпало. Я сделала эту маску, лицо как-то успокоило. Сейчас вот чисто мне надо бороться с пост-акно. Закончился вот такой вот дорожный набор от Laneige. Здесь, в целом, типа увлажняющий. Не нравится мне фирма Laneige, что я не пробую. Вот этот набор даже не до конца что-то у меня закончилось. По-моему, тоник не до конца закончился, он такой алкогольный. Я уже рассказывала в видео о пробниках в данном вот наборе дорожном. Я тоже ссылочку здесь вот оставлю, если вам интересно. Мне не нравится, я бы ни одно из этих средств не повторила бы. Выкидываем. Дальше у меня закончился. Здесь я что-то разлила на него. Это вот такой вот лак от Sios. Очень-очень люблю этот лак, но покупаю его тоже только в Польше, потому что российского производства этот лак вообще ничего не держит. Огромная-огромная разница именно польского производства. Я уже, хоть он и чумазый, очень-очень много лет пользуюсь именно этим лаком. Мне он очень нравится. Он волосы не склеивает, но достаточно хорошо фиксирую. Не знаю, обожаю. Всегда, когда еду в Польшу, большое количество их покупаю, чтобы мне хватило до следующего раза поездки. Поэтому для тех, кто может его купить в польское производство, крайне советую. А российский не советую вообще. Выкидываю вот этот вот шампунь от Belita. Я уже говорила, что от него ужасно выпадают волосы. У меня просто клочьями вылезают, поэтому ни в коем случае его не советую. Я не знаю, может, он мне конкретно не подошел. Я знаю, что есть люди, которым он в перхоте помогает, но я не являюсь этим человеком. К сожалению, выбрасываю вот этот вот от Desert Essence бальзам малиновый. Вот этот вот бальзам, он мне не очень хорошо подошел, хотя очень вкусно пах малинкой. Здесь еще больше, чем половина. Он уже у меня просто... Здесь уже запах такой скиши малины. При этом он пахнет действительно такой натуральной, настоящей малинкой. Очень вкусный запах. Он очень круто, конечно, увлажняет, но мои волосы он утяжелял. И мои волосы... Он даже не то, что увлажняет, он питает волосы. Но мои волосы были утяжеленные, спутанные, некрасивые после него. Я им через силу пользовалась. Я не знаю, он испортился. Я, наверное, даже обрадовалась, что можно его выкинуть. Не нравится. Хотя вот этот вот бальзам кокосовый от Desert Essence, который можно заказать на iHerb, мне понравился крайне. Вот на самом деле говорят, что они одинаковые. Они совсем не одинаковые. На моих тонких волосах я вижу огромную разницу. Спрей от Belita у меня закончился, Vitex. Очень мне нравится. Я его использую для расчесывания, когда чувствую, что волосы как-то утоные. Особенно, когда они мокрые. Я все-таки волосы расчесываю мокрыми. По-моему, еще Tangle Teaser. Она очень хорошо, конечно, расчесывает. Волосы совершенно не выдирают. Это когда вы к Tangle Teaser привыкли, вы уже не можете другой расческой пользоваться. Я вам говорю честно. У меня волосы от природы очень сильно путаются. И вот этот вот спрей от Vitex очень меня спасает. От него действительно такие волосы становятся блестящие, более плотные, упругие. О, я смотрю, даже что-то здесь осталось. Может, что-то и выпшикать можно будет. У меня, конечно же, есть еще одна такая упаковочка. Я им с удовольствием пользуюсь. Обожаю, советую. Мне нравится для путающихся волос. Не обязательно для деток. Вот этот вот тоник я забрала в упаковочку моей мамы. Он закончился. Это крутой, бюджетный, кислотный тоник. Я его тоже обожаю. Мне он очень нравится. И единственное, что нужно, вот этот тоник от Spice & Mage, именно который для сухой и чувствительной кожи, тот, который для жирной кожи, в нем есть алкоголь. Я о нем уже в прошлой зимой рассказывала в своих видео. У него крутой короткий состав. Здесь есть лимонные и молочные кислоты. Он неплохо увлажняет. Мне он кожу пощипывает, поэтому я его не протираю с помощью ватным диском. Я его просто наливаю на ладошку и наношу на лицо. Все равно легкое пощипывание есть, но он мне конкретно кожу не раздражает. У меня все-таки кожа на чеках достаточно чувствительная. Для моей мамы он тоже прекрасно подходит. Она его очень любит. Когда приезжаю к маме, с огромным удовольствием им пользуюсь. Если вы не хотите переплачивать, но хотите найти бюджетный тоник классный, а если честно, бюджетные тоники хорошие, это большая редкость. Я вам честно скажу, вот этот крайне советую на зиму. Особенно просто... Вот такая вот закончилась пеночка от Dr.Santa. Кстати, я ей много лет пользовалась. Она мне очень нравилась. Единственное, что сейчас Белита стала выпускать много крутых бисульфатных пенок. Раньше у Белиты бисульфатных пенок практически не было, поэтому использовала эту. Она мне нравится. Это, по-моему, украинское производство, если я не ошибаюсь. Вот люблю их пенки, люблю их интимное мыло, потому что они тоже бисульфатные. Я уже говорила, что использую пенки бисульфатные, чтобы кожа у меня не пересушивала. Терпеть не могу. Когда после сульфатной пенки, не знаю, кожу просто стягивает кошмарно. После этих пенок такого нет. Выкидываю курс глубокого очищения для волос. Спрей-контроль над жирностью волос. Они еще сюда и касторовое масло добавили в состав. Есть здесь алкоголь. Я не знаю, на что это рассчитано. Волосы свежее с ними становятся. Наверное, они быстрее даже жирнятся. Не знаю, не тратят свои деньги. Если вас эта баночка привлечет в магазин, не знаю, не покупайте. Она вам не нужна, поверьте мне. Тоже выкидываю вот этот ролик гель. Я про него рассказывала в своих разочарованиях белорусской косметики. А именно, даже, наверное, от Белиты. Мне он вообще ничего не делал. Хотя я проходила им курс. На моей коже он не действовал. Мне не понравился. Но на него я тоже долго заглядывалась. Жалко, если честно, что деньги потратила. Но зато попробовала, теперь буду спокойной. Теперь вот этот вот шампунь от Ифраше против выпадения волос. Я его, если честно, очень-очень хвалила. Мне он позапрошлой весной круто спас волосы. Действительно, от него волосы намного меньше выпадали. Но на данный момент вот я его купила. И я чего-то, какого-то особого результата не увидела. Я уже в своем видео о волосах, которые недавно вышла, рассказывала более подробно о тех средствах, которые действительно круто позволяют волосам не выпадать. Но вот это средство этим не является. Не знаю, как-то для меня на данный момент это уже разочарование. Тем более здесь аммониум лаурилсульфат в составе, который очень сильно сушит кожу. Я старалась, когда им пользуюсь, чтобы она не попадала мне на кожу лица. Филинг-скатка закончилась у меня от Белита. На тот момент, когда она вышла, было круто ей пользоваться. Сейчас даже у самой Белита большое количество пилинг-скаток. Я не думаю, что стоит покупать именно эту. Потому что здесь в составе мне не очень нравится, что есть скрабирующие вещества. Я не очень люблю, когда есть какие-то скрабы на моем лице. Они как-то мне кожу раздражают. Но в принципе, если вы ничем не очищаете свою кожу, если у вас нет никаких кислот, это средство я советую вести в ваш уход. Но я говорю, что даже у той же Белиты, я думаю, что есть средство получше в плане пилинг-скаток. Но она не плохая. Просто на то время, когда я ее покупала. Такая вот у меня не очень красивая упаковка, но хочу показать вот этот вот сахарный скраб. Какой же он был классный, какой же он был вкусный. Кстати, достаточно долго его хватило. Он действительно круто увлажнял кожу. Вот это фито-косметик скраб. Я не знаю, все посматриваю в магазине. Есть ли они такие в удобной упаковке, таких закручивающихся. Потому что эта упаковка неудобна, надо все-таки куда-то его переливать. Неудобно совсем. Она, видите, у меня вообще-вообще чумазая, но пользоваться им было круто. Здесь вот у меня такой крем, тоже забрала его у мамы. Это крем Сайхер, который был достаточно такой нахваленный. В свое время я его маме дарила на день рождения. Здесь потрясающий состав, большое количество антиоксидантов, витамин С, чего-чего только нету, экстракты, коэнзимы. Но если честно, он неплохой, он неплохо увлажняет. Ну вот, допустим, здесь вот у меня лежит внутри пробничек крема от Сульвасу. И вот этот кремик от Сульвасу, вот действительно, когда ты его попробуешь, вот этот крем очень крутой, очень-очень. От него такая крутая сразу кожа становится. Учитывая, что вот этот вот можно купить в 5 пробниках, то есть 25 миллилитров за 10 долларов на ebay в данных вот пробниках. Вот этот вот крем, учитывая, что мне еще в Беларусь приходилось доставку почты оформлять, он мне вышел 30 долларов. Ну, не знаю, ну, по-моему, вот этот крем, очевидно, намного лучше. Вот этот неплохой увлажняющий, но ничего особенного, честное слово. Больше, как-то, мне кажется, он распиаренный. Хотя состав вроде крутой, но никакого такого действия восхитительного я не заметила. Хотя я им тоже, когда к маме приезжала, я им пользовалась, мне было очень интересно. Закончился вот такой вот большой гель для душа от Liv Delano. Если честно, очень-очень классный. Я уже говорила, что не люблю пользоваться сульфатами геля для душа. Обычно даже пользуюсь интимными мылами в качестве геля для душа. Но вот этот гель для душа, несмотря на то, что он сульфатный, он совсем не пересушивал кожу, он даже как-то не сильно пенится. Есть и достаточно такие мягкие очистители. Я думаю, что содиум лорилсульфат здесь не в сильно большой концентрации. Состав очень короткий, запах очень ненавязчивый. Если кто-то действительно любит купить и не париться, пользоваться долго средством, я думаю, что вот эту штуку я буду повторять. За эти деньги, что она стоит, эта штука действительно крутая и подходит даже для сухой кожи. Вот, как я уже говорила. Вот, закончился у меня также от Николь Лабораторий Стоп Проблем с алициловым лосьон. Мне он, в принципе, нравится, я о нем рассказывала. Вот у этого для чувствительной кожи там весьма приятный такой состав. Я видео о тониках более подробно рассказывала. Если интересно, тоже ссылку оставлю. Пользуюсь в качестве тоника, мне, в принципе, нравится. Не знаю, насчет того буду ли повторять. Мне все-таки интересно попробовать что-то новое. Но попробовать, в принципе, советую. Он неплох. Как-то кожу он успокаивает. Также у меня был вот такой от It's Skin эффектор с витамином С. Я им пользовалась, наверное, в августе и начало сентября. Мне хватило его примерно на полтора месяца. Достаточно какой-то большой расход у него. Но я по этому поводу не переживала, потому что данное средство имеет витамин С. Витамин С достаточно быстро распадается. Здесь еще такая вот упаковка прозрачная. Я его старалась хранить где-то в какой-то темной косметичке, чтобы витамин С не распадался. На лето он такой легенький, хорошо увлажнял. При этом кожу не перегружал. Очень у него такой приятный запах, кстати, цитрусовый. Вот так как пахнет аскорбиновая кислота витаминки, так пахнет и он. Стоил достаточно приятно, что это в районе 10 долларов. На ebay я заказывала. Все почему-то за ним гоняются на iHerb, его никогда нет. Но такого же можно заказать на ebay. Для бюджетной сыворотки. Это очень хорошая сыворотка. Здесь 30 мл в составе. И если что, его не жалейте, используйте. У меня закончились вот эти вот капельки противопадения волос. Я о них рассказывала. Очень они мне понравились. Очень круто спасли. Я надеюсь, вам видно. Если не видно, я напишу все названия всех средств внизу под видео. Круто и капельки, к сожалению, у них достаточно тяжело купить. Они стоили что-то в районе 2 долларов, но волосы действительно от них не выпадали. Я добавляла шампунь, тоже более подробно о них рассказывала. Также у меня здесь вот такой вот был пробник крема от Caudalie. Я сначала думала снять Caudalie отдельное видео, потому что у меня там есть целый набор. Но как-то попробовав средства, если честно, то, что я слышала в интернете, какие-то отзывы, у меня такой восторг эти средства не вызвали. Крем был на лето для меня тяжеловат, потому что я чувствовала здесь в составе масла. А на вот уже более холодный период он был слишком легкий, его было недостаточно. Не знаю, мне он как-то не подошел. О, здесь еще даже, кстати, немножко есть, я смотрю. Он и легкий, и не тяжелый такой, средний. Не знаю, может на зиму для жирной кожи он будет неплох. Мне даже показалось, что он у меня прыщи вызывает, поэтому им не пользовалась. Закончился вот этот вот крем от Mizon у меня. Мне кажется, он круто подойдет для девочек даже до 35 лет, потому что здесь в составе есть неоцинамид, и в составе есть экстракт слизи улитки. Это достаточно такие классные эти возрастные компоненты. Но при условии, если у вас кожа не сухая, если вот у вас нету какой-то сильной сухости под глазами, у меня кожа под глазами очень сухая, поэтому я иногда его использовала на свою сыворотку под глаза, наверх в качестве маски, таким достаточно толстым слоем, и мне тогда нравилось. Но он очень-очень легкий. Если кожа сухая, либо уже есть какие-то такие сильные возрастные изменения, я бы его не советовала. Но если он мне по хорошей цене попадется, я его с удовольствием повторю. Брасываю вот такой вот карандаш для глаз коричневый от Evelyn. Я уже здесь вот нанесла сводчик, как он выглядит. Мне не очень нравится, он не очень стойкий, он не очень хорошо вот этим спонжиком как-то растягивается, им стрелки рисовать не получается, потому что он очень такой толстый вот здесь. Вот здесь вот, не знаю, мне не нравится, вот лежал-лежал, подумала, чего он у меня лежит, надо его выкинуть, только место занимает. Также у меня закончился броу-воу карандаш от Reluie в оттенке Taup. Он, в принципе, неплохой, вот здесь вот даже что-то можно еще показать оттеночек вам. Вот таким вот образом выглядит оттенок. Он неплохой, но у него достаточно такой толстый грифель, мне это не очень нравилось, достаточно такое легкое нанесение. Я люблю когда нанесение более интенсивное. Его можно попробовать, его не зря хвалят, он действительно достойный. Мне, если честно, мне даже карандаш от Luxe Isage для бровей больше нравится, несмотря на то, что их надо затачивать. Крем намазала на руки, как-то он так впитался, даже на руках его особо не чувствуется. Все-таки этот крем вот от Кадали на холодное время года совсем не подходит. Но сегодня это все мои пустые баночки. Как вы можете видеть, их достаточно много, здесь целая прям горка. Наконец-то смогу их выкинуть, и дверь в шкаф будет нормально уже закрываться, потому что, не знаю, уже мозолили глаза. Очень надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Вы для себя узнали что-то новое и интересное. Подписывайтесь на мой канал и увидите все моих новых видео. Всем до скорой встречи, всем пока!